Новые автобусы для маломобильных граждан уже начали свое движение. Напомним, что их привезли из Москвы. Кроме того, красноярские перевозчики обновили треть подвижного состава. Это несмотря на пандемию и сниженный пассажиропоток. Подробнее в сюжете Галина Сергеенко. Эти автобусы Красноярск получил безвозмездно от правительства Москвы все машины 4-х и 5-х экологических классов. Низкопольные и оборудованные аппарелью для перевозки маломобильных граждан. Эта конструкция облегчит им жизнь. Нужно только нажать на кнопку у входа. Тогда водитель опустит пандус и поможет подняться. Затем, когда все нуждающиеся зашли, уберет его обратно. Хоть они и не новые, зато бесплатно и при активном участии главы Красноярска Сергея Еремина. На 5 этих автобусов хватит. Потому что 10 лет для городского автобуса это не возраст. Все вы прекрасно видите, какие автобусы у нас ходят. И если взять сравнение, даже вот начало 2000-х годов, когда ходили и пазики однодверные, и кавзики. И сейчас совсем другая ситуация. Город старается покупать только автобусы городского класса. 8 новых автобусов уже работают на маршрутах. 11, 49, 52, 64 и 87. Еще 6 машин выехали на линию сегодня впервые. Они будут обслуживать маршрут номер 56. Остальная техника еще проходит подготовку. Специалисты проверяют на исправность техническое обслуживание. Готовят брендирование и ставят на учет. В ближайшее время они также выйдут на линию. Водители довольны. Для пассажиров удобно. Печки хорошие, теплые. Все работает исправно. Салон светлый. Освещение хорошее. Обзорность хорошая. Не только пассажирам, а и водителям хорошая. Обзорность. Лобовое стекло большое. Все открыто видно. Очень удобно. Когда уже поехал в линию, сам по себе комфортно ощущаешь. Для водителя комфорт. То, что сидение водительское, это самая подвижная. То есть в работе уже нагрузки не ощущаешь на спину. Есть также и видеокамеры с автоинформаторами. Салоны рассчитаны на 100 человек. За последние 2,5 года муниципальные и коммерческие перевозчики обновили подвижной состав своих парков на 392 автобуса и 2 троллейбуса. А это больше трети от общего количества городского транспорта. Из них 140 машин абсолютно новые из завода. Помимо этого, сейчас ведутся переговоры о передаче Красноярску еще 40 автобусов. Галина Сергеенко, Сергей Раков, 7 канал.